Страшный вирус Эбола с каждым днём уносит жизни людей. Совет Безопасности ООН обсудил на своём очередном заседании ситуацию с распространением вируса Эбола. Участники признали, лихорадка берёт верх учёные, медики и самые разнообразные специалисты, в том числе даже военные, не успевают гасить вспышки. Африканские страны, которых охватила болезнь, обратились за помощью к международному сообществу. Несмотря на усилия наших правительств, наших медицинских организаций, собственных сил недостаточно. Мы ждём помощи от внешнего мира, от этого сообщества наций. Сегодня, более чем когда-либо, мы должны реализовать обещания, лежащие в основе ООН. По данным Всемирной организации здравоохранения, если в течение 60 дней не будет найдено действенного метода борьбы с болезнью, каждая неделя будет приносить до 10 тысяч новых случаев заражения. Пока эти цифры касаются лишь главного очага – Гвинеи, Либерии, Сьерра-Леоны. Однако к концу года Эболу установят свои границы. Аэропорты и больницы уже работают по специальной схеме. У нас есть соответствующее оборудование, различные защитные препараты и предметы интенсивной терапии. Главное, на что мы сейчас направляем усилия – тренинг медперсонала. Важная просветительская работа на местах, отмечают в Совете безопасности ООН. Ведь основным методом профилактики опасного вируса является элементарное соблюдение правил личной гигиены. И сегодня, 15 октября, в списке памятных дат ООН есть даже специальная дата – Всемирный день мытья рук с мылом. Продолжение следует...